Читаешь две новости. Одна гласит, что часть россиян не будет получать пенсию, а вторая, что россияне заплатят 50 миллиардов рублей за телеканалы в интернете. Ну действительно, зачем нужны пенсии, если пропаганда расскажет, как хорошо нам жить и без них. Но теперь она активно лезет и в интернет, и все это, разумеется, за наш с вами счет. Вот и давайте с вами сегодня об этом поговорим. Приветствую, с вами канал новости сверхдержавы. Мы начинаем. Итак, пропаганда и контроль над умами россиян. Зомбированию в настоящее время уделяется просто огромное внимание, оно и понятно. Каждую неделю мы с вами только и слышим, как в разных странах случаются митинги. Но это еще полбеды. Можно всегда сказать, что это просто американцы там смуту сеют. Так люди еще и добиваются результата. Что это вообще такое? То одним, значит, цена на бензин не понравилась. Вышли на улицу. Причем протест он начался и не в столице. Другие подозревают премьера в коррупции и тоже сразу выходят на улицу. У третьих вообще выборы не признают и тоже выходят. Это же все чуждо просто для типичного зрителя-зомбоящика. А все это благодаря нашим пропагандистам. Но не радуйтесь, что вы не смотрите телевизор. Якобы вы в безопасности. Пока чебурнет у нас все-таки не наступил, значит пропаганда идет в интернет. А именно, при создании единого поставщика телеконтента в интернете, 15 миллионов российских абонентов платного ТВ придется заменить приставки, на что потребуется 50 миллиардов рублей, оценили эксперты. Затраты в конечном счете лягут на самих абонентов. Мне кажется, что все-таки телевидение это такая социальная вещь, которая, как бы вам сказать, контролируется государством. 50 миллиардов рублей на замену оборудования для создания единого поставщика контента. Поэтому, если данный законопроект будет принят в текущем виде, то абоненты платного телевидения оплатят все это дело, разумеется, из своего кармана. Ведь за свой счет никто ничего делать никогда не будет. В конечном итоге всегда все оплачивает простой рядовой россиянин. А в это время, например, эксперты пришли уже к выводу, что некоторые россияне вообще не будут получать пенсию. Речь идет о тех россиянах, доход которых равен размеру прожиточного минимума. Уменьшение размера будущих пенсий заложено уже в самом механизме расчета, заявила профессор Московского юридического университета имени Кудафина Эльвира Тучкова. Это она объясняет тем, что рост предельного заработка, рассчитанный правительством, не соответствует действительности. И если рост зарплат не соответствует установленным показателям, то с каждым годом россияне будут зарабатывать все меньше баллов. Неужели есть еще люди, которые читают сами новости в интернете, они черпают их из зомбоящика и верят, что вот теперь после пенсионного грабежа у них будет реально хорошая пенсия? Пенсионный грабеж был нужен только с одной целью. Это украсть у каждого россиянина примерно 1 миллион рублей. И что может быть лучше этого? А только то, что украсть это еще полдела. Теперь же многие просто не доживут до этих самых выплат. Например, практически каждый второй мужчина просто не доживает. Вот и вся афера. И несмотря на это, россияне все равно денег толком не видят. Пенсии как были мизерные, так и остались. Но главное, что у нас есть пропаганда, которая расскажет, кому на Руси жить-то хорошо. И на эти цели никаких денег будет не жаль. И они будут штурмовать интернет. Правда, у них не получается ничего. Ну потому что всегда можно выключить все это дело. Но они будут сливать весь бюджет исключительно на эти цели. Ну не на граждан же их тратить в конце-то концов. Поэтому вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и главное здоровья. Еще кстати, это мой последний ролик на канале Радио Свобода. Так вышло. Но вы всегда меня можете увидеть уже на моем основном канале. Поэтому подписывайтесь, пишите ваши комментарии. А мы с вами, конечно же, не прощаемся. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok